Что может получить бизнес? У бизнеса тоже есть проблемы в плане научно-технической деятельности, в плане каких-то разработок. На это нет где-то времени, где-то средств, где-то просто нет кадров. А у университета, в принципе, этот потенциал есть. Предпосылки проекта следующие. Бизнес-сообщество, оно понимает, что острая необходимость в кадрах, она уже есть сейчас, и в дальнейшем она будет возрастать. В то же время мы понимаем, что у нас достаточно огромный потенциал, если мы сможем выстроить вот эти кооперационные связи между собой, то это поможет всем. То есть если рассмотреть в целом вот этот проект как некую такую экосистему, то есть когда мы обсуждали, мы понимали, что кто может, как говорится, дать в эту систему на вход, и что он хочет получить на выходе. Обсуждая этот проект, мы говорим абсолютно на одном языке. То есть мы четко понимаем ожидания от этого проекта, задачи этого проекта. Ну и, соответственно, когда вот есть такое абсолютное понимание, я считаю, что если, как говорится, сможем выстроить до конца работу, структуру, то проект будет работать. Очень часто получается так, что научные исследования ведутся на очень важные темы, но фактически у них нет заказчика, нет потребителя, и они остаются не востребованы в экономике, соответственно, не профинансированы. Для нас очень важно, чтобы вот эта составляющая между производителем услуги научного продукта и потребителем выстраивалась. И наша задача войти вот в этот проект Эврика в качестве партнера, в качестве партнера для бизнеса, для образовательных учреждений и выстроить вот эти взаимоотношения. Вся наш город, нашу территорию.